Совсем недавно мы были в восторге, узнав о выходе полнометражного анимационного фильма по боевому континенту. В нём произойдёт финальная битва Тансана, Бибидун и Ценринсюя. Все они станут богами, их противостояние на сотых рангах без сомнения будет весьма эпичным зрелищем. И вот теперь вышел первый трейлер к фильму. Он будет называться «Боевой континент. Битва двух богов». Даже с самого первого взгляда можно заметить превосходную графику высокого уровня, которая немного лучше, чем в аниме. Да и Тансан проработан очень детально и реалистично, но вы заметили маленькую деталь. У него на лбу нет метки трезубца морского бога. Это довольно непривычно. Также его черты лица немножко другие, более мягкие. В самом начале мы видим лес, а затем меч. Золотой меч, воткнутый в землю. Очевидно, что этот меч является знаменитым божественным оружием богини-ангела и его нынешний владелец Тянь-Джинсюя. Уже совсем скоро она унаследует положение ангельского бога со всеми её преимуществами. Указывает ли это на место, где встретятся Тансан и богиня Тянь-Джинсюя? К слову, меч ангела немного отличается от того, что мы привыкли видеть в аниме в руках Тянь-Джинсюя. Но эти изменения в лучшую сторону. Меч стал более роскошным и реалистичным. После этого мы пронеслись над большим лесом, пока не увидели человека, стоящего на очень высоком здании и слегка улыбающегося. Тансана, главного героя «Боевого континента». Он, слегка улыбаясь, полностью уверен в своей победе. Итого, судя по увиденному в трейлере, сначала нас ждёт противостояние двух персонажей – Тансана и Тянь-Джинсюя. Один из них – новый морской бог, а вторая – новая богиня-ангел. Это противоборство божественного уровня действительно захватывающе. И это также первый раз, когда в битве участвуют боги – мастера сотого ранга. В целом, кадры из трейлера только подтверждают, что новый выпущенный фильм значительно улучшится с точки зрения качества изображения, спецэффектов и даже моделирования сцен и персонажей. Действительно, создатели вложили в него много сил. Но вернёмся к названию. Почему фильм по «Боевому континенту» будет называться «Битва двух богов», а не «Битва трёх богов»? Мы видели меч ангела и Тансана, но Бибидун не была показана, а она третий важнейший персонаж, являющийся самым главным злодеем аниме. На том постере к фильму, что мы видели ранее и который был выложен на официальной странице «Боевого континента», также изображены три бога – Тансан, Бибидун и Тянь-Джинсюя. Тогда почему название фильма – «Битва двух богов»? На самом деле ответ прост. Все решили, что этот трейлер относится к тому же фильму, что изображён на постере. Однако на самом деле, по сюжету аниме, битва между Тянь-Джинсюей и Тансаном произошла раньше, не в самом финале, а намного позже произойдёт финальное сражение. Согласно оригинальной книге, когда появился Танхао и шесть жрецов отступили, наступила временная пауза в войне, и долгая битва на перевале Дзялин закончилась. Когда это произошло, Тансан решил уйти на остров морского бога, потому что у него было предчувствие, что грядёт катастрофа, и он должен стать богом как можно скорее. Только получив силу морского бога, он сможет прорваться через привал Дзялин и полностью победить духовную империю. Из этого следует, что до фильма о финальной битве выйдет ещё один фильм, однако он будет предназначен не для театрального показа, а будет транслироваться по китайскому телевидению. Эта информация найдена на одном достоверном китайском источнике. Как всё будет в результате, мы узнаем лишь позже. Также там была указана дата. Битва двух богов, февраль-март 2023 года. Полнометражный фильм финала, середина 2023 года. Если подумать, выглядит довольно логично. И это связано с количеством серий, оставшихся до конца аниме. Боевой континент, который транслируется уже более пяти лет, постепенно подходит к концу. Но самое страшное, что эти несколько последних серий ещё и были сокращены. Создатели объявили заранее о сокращении времени эпизода с 15 минут чистого времени, без вступления титров, до 10 минут. Казалось бы, сюжет и так сильно опаздывает. Серий мало, а событий очень много. Так ещё и сокращение времени эпизодов. Согласно первоисточнику, битва у перевала Диалин составляет около 3-4 хода оригинального сюжета. В связи с этим, создатели выступили с официальными извинениями перед зрителями. Они объяснили это так, мол, именно из-за внешних форс-мажоров время аниме было сокращено, а когда всё вернётся в норму, неизвестно. Появление Золотого Крокодила является прелюдией к финальной битве. Бибидун ещё не стала богом, Цянь Жинцуя только на восьмом испытании Ангельского бога. А Тан Сан даже не начал девятое испытание. Битва трёх богов, Ракшасы, Ангельского бога и Морского бога ещё очень далеко. Если следовать исходному количеству серий в 250 эпизодов, выполнить задание практически невозможно, к тому же ещё и время серий сократили. Чтобы это как-то решить, нужно или увеличивать количество серий, например до 300, или, как мы говорили ранее, весь оставшийся сюжет показать в полнометражных фильмах. Может ли быть, что создатели так и планировали, закончить аниме заранее, а дальнейшие события снимать фильмами? Узнать точно мы сможем только в будущем. Но совершенно точно, что полнометражная киноверсия выйдет в эфир только после того, как закончатся 250 серий. Что вы думаете о будущих фильмах по боевому континенту? И ждёте ли вы битву трёх богов? Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»